Побор или благотворительность? Недавно министр образования Марина Епифанова отвечала на вопросы онлайн-конференции. Самой обсуждаемой темой стали школьные попечительские советы. Оказалось, саратовцы не знают, как они работают и на каких основаниях собирают деньги. В этой проблеме решили разобраться Екатерина Савина и наш гость в студии на Московской, юрист Виталий Крикун. Кать, главный вопрос. Попечительские взносы все-таки обязательны? Сперва надо пояснить, что у нас существуют образовательные стандарты. По ним из бюджета выделяются средства на учебники, на оплату работы учителей. Но, например, ремонт школ туда не входит. И это как раз основное направление, куда собирают деньги попечительские советы. Обязательно. У такой структуры должен быть устав, где будет прописано, как они будут отчитываться за потраченные деньги. Это будет ликвитанция, это будет объявление вывешиваться. А вот насчет того, обязательны ли такие взносы, лучше спросить у нашего юриста. Можно ответить отрицательно, необязательно. Но, если вы с образовательным учреждением, с организацией, которая учит вашего ребенка, подписали договор, и в этом договоре прописана ваша обязанность платить некие взносы дополнительные, то вы это обязаны делать. Но нужно также помнить, что ответственность ни один из нормативных актов за неуплату не устанавливает. То есть, я правильно понял, если я не заплачу этот взнос, меня не смогут оштрафовать или подать в суд? Да, попечительские взносы – это дело добровольное. Школа имеет право попросить деньги на ремонт, на занавески в класс, но у родителей всегда есть право отказаться. Также, например, если родители готовы оплачивать попечительский взнос, но его сумма очень большая, то родители могут оплатить такую сумму, которую им захочется. Понятно. А Виталий Алексеевич, тогда к вам вопрос. Часто бывает, что деньги с родителей требуют в принудительной форме? Имеют ли право оказывать давление? Отчислить из образовательного учреждения, вынести какой-то выговор, поставить плохую оценку, угрожать чем-то любым, например, распространить сведения о родителе, который не вносит попечительские взносы. Эта школа не имеет права. Я добавлю, в административном кодексе есть статья нарушения прав на бесплатное образование. Например, если родители оказывают давление из-за невыплаты попечительских взносов, либо деньги просят очень большие, или есть сомнения, на какие цели пойдут эти средства у родителей, то они могут написать заявление в прокуратуру с ссылкой на эту статью. Спасибо. О попечительских взносах мы говорили с юристом Виталием Крикуном и корреспондентом Екатериной Савиной.